здравствуйте приветствую вас на своем видео канале сегодня решил продолжить серию видео про имбирь а именно про имбирный чай а точнее как приготовить имбирный чай для похудения правильно и в этом видео основное внимание будет уделено вопросу как все-таки правильно приготовить имбирный чай способы приготовления имбирного чая известны и в зависимости от разных компонентов которые попадают в имбирный чай зависит результат не только снижение веса но и очень важный результат чтобы с потери веса вы не потеряли самое ценное и часто невозвратно это ваш уровень здоровья потому как сочетание некоторых компонентов в имбирном чае приводит к тому что увеличивается кардиологический риск иными словами повышается риск инфарктов инсульта либо острой сердечной недостаточности соединение некоторых компонентов в имбирном чае приводит тому что появляются или усиливаются явления почечной недостаточности если ваши почки были исходно здоровы иными словами вы знали как правильно пить воду в разных ситуациях то респект вам и вашим почкам если же вы пили воду как придется скорее все что ваши почки не в лучшем состоянии и вероятность попасть к врачу-нефрологу в очередь на гемодиализ у вас достаточно высоко поэтому если вы просмотрите это видео до конца в нем я врать фитотерапевт диетолог борис качков автор десятков опубликованных книг и брошюр в разных странах часть из которых вы можете приобрести через интернет расскажу вам как правильно приготовить имбирный чай для похудения какие компоненты стоит включать в имбирный чай чтобы усилить эффект похудения а какие компоненты ни в коем случае нельзя вносить в имбирный чай потому как повышается риск различных осложнений ну и как правильно питаться употребляя имбирный чай для похудения сам по себе имбирный чай если вы используете не учитывая фактор приема пищи вы можете доиграться как минимум до гастрита его обострение как агастрит есть почти у всех либо хуже язвенная болезнь желудка либо 12 перстной кишки или другие осложнения могут появиться поэтому важно правильно сочетать и имбирный чай и питание и об этом в этом видео вы узнаете чтобы приготовить имбирный чай для похудения правильно нужно взять отборные корневища имбиря обращаю ваше внимание корни имбирные искать супермаркетах на базарах магазинах бесполезно ищите корневище и вы будете правильно худеть первое что вы должны сделать тщательно отмыть корневище под холодной проточной водой и первые шаги в сторону снижения веса вы уже делаете правда руками но это делать обязательно нужно чтобы убрать гипотетически находящиеся на поверхности корневищ имбиря возбудителей бактериальных вирусных грибковых инфекций листных паразитарных инвазий их там может быть разное количество безусловно имбирный чай их уничтожить при приготовлении напитка имбирь своими компонентами их убьет дезинфекция произойдет но ваш организм получит порцию эндо и экзотоксинов разного состава конечно имбирный чай обладает детоксицирующими свойствами и функция печени по обезвреживанию различных токсинов также будет усилена но зачем вам бороться с теми токсинами которые в данном случае легко и просто под проточной водой удалить лучше вам бороться пусть имбирь поможет вам бороться с токсинами экологическими ведь большинство живет не самых простых экологических условиях пьет не самую лучшую воду дышать не самым лучшим воздухом я уже молчу по продукты питания имбирь вам поможет это сделать более качественно после того как вы имбирные корневище помыли снимаете шкурочку уровень физической активности у вас продолжает повышаться дальше вы корневище имбиря измельчаете и практически они к имбирному чаю готовы одновременно у вас должна кипятиться очищенная предварительная вода все госты это на станции водоканала если вы берете воду прямо на станции водоканала это одна ситуация а если между станции водоканала и вашим краном на кухне километры труб их возраст чаще старше чем средний возраст жителей тех населенных пунктов которые пьют эту воду и в трубах может быть разные разные сюрпризы начиная от обычных токсинов заканчивая микромицетами это микроскопические грибы которые сегодня прекрасно живут водопроводе а своими токсинами нарушают первичную работу печени и могут стать и способствовать появлению избыточного веса поэтому вода отфильтрована убраны те же бактерии и вирусы возбудители грибковых инфекций и вода кипятится обязательно нужно пройти стадию белый ключ многие эксперты говорят что нужно заваривать именно этой водой не советую по той простой причине вода в холодном виде содержит в себе различные газы один из самых опасных кислород кислород жесткий окислитель а еще более активным он становится при нагревании иными словами когда вода дошла до стадии белый ключ все растворенные в ней газы находятся на таком коротком старте на низком старте они готовы оказаться в напитке и окислять все подряд кислород будет окислять активные вещества имбиря которые вы хотите использовать для похудения для того чтобы их сберечь вода должна не просто вскипеть она даже несколько минут покипеть чтоб часть газов ушла из воды и она стала более чиста когда вода несколько минут у вас покипела вы этой водой обрабатываете ту емкость которую будете заваривать имбирный чай неважно это заварник это чашка в любом случае где-то треть сосуда вы заполняете водой который только что у вас кипела закрываете крышкой либо чашку накрываете блюдцем и оставляете в таком состоянии на несколько минут а вода у вас остывает остывает а для того чтобы как можно меньше биологически активных веществ имбиря было окисленно и в этом случае вы получите максимально полезный для здоровья имбирный чай для похудения после того как посуда прогрелась вы ее ополоснули оставающую воду вылили поместили корневища имбиря измельченные и залили уже не крутым но все еще кипятком настаиваете несколько минут и ваш имбирный чай для похудения номер один готов его уже можно использовать для похудения если вы знаете как правильно питаться о том как это делать правильно расскажу дальше в этом видео а в следующей части вы узнаете какие компоненты очень часто используют для того чтобы сделать имбирный чай для похудения более эффективным и расплата может быть ваше здоровье а возможно даже и ваша жизнь не все компоненты одинаково безопасны и какие никогда не стоит использовать в имбирном чай для похудения вы узнаете прямо сейчас часто чтобы приготовить имбирный чай для похудения используется чай китайский черный либо зеленый лист не имеет значения имея значение содержание кофеина именно он активирует обмен веществ и эффект от похудения такого имбирного чая должен быть выше но для этого нужно иметь определенный уровень здоровья и определенные условия которые вас должны окружать к условиям требования обязательные для всех потому как если вы имбирный чай для похудения с использованием китайского чая хотите применить глубокой осенью либо зимой либо вы полярник и у вас сейчас полярная ночь в этом случае это эффективное применение данном случае такой сделать имбирный чай для похудения можно вы все равно не можете рассчитывать в этих условиях на достаточные дозы витамина д которые не могут образовываться в вашем организме под действием солнечного света а витамин d тоже важный элемент активации обмена веществ проживая в таких условиях вы можете витамин d получать употребив порцию жирной морской рыбы и вам этого будет вполне достаточно а действие кофеина который блокирует активацию витамина d3 в активную форму в почках данном случае не будет иметь значение а вот если у вас весна а если у вас сейчас лето и вы хотите использовать имбирный чай для похудения в этот период года то вы кофеином блокируете витамин d очень легко попадаете на весеннюю либо обострение весенней депрессии либо она появится у вас в полном цвету конечно я готов вас записать врачу психологу в этом случае но лучше сделать вам имбирный чай правильно для похудения есть еще один момент в летний период года такой чай пить нельзя для похудения летом основной путь поступления витамина d кровь это все-таки активация солнечным излучением через кожу образуется витамин d и активируется в почках если вы в этот период года пытаетесь пить имбирный чай для похудения с черным чаем у вас возникнет серьезная проблема жирная рыба и как правило регулярно в такой период года не питаются а основной путь поступления витамина d и активации обмена веществ таким образом заблокирован и у вас получается команда стой там иди сюда вы вместо простого способа активировать обмен веществ за счет витамина d меняйте его на кофеин а это не самая простая замена она может состояться только в том случае если у вас прекрасная генетика если у вас прекрасно работают почки в хорошем состоянии суставы и нет вы роду такой такого диагноза как подавра потому как кофеин относится к пуриновым алкалоидом иными словами он напрягает обмен пулина в организме если ваши почки с таким изменением обмена веществ не справится подавра ваша кроме того вы китайском чая содержится такое вещество называется щавелевая кислота она очень любит кальций если вам имбирный чай для похудения нужен в возрасте скажем так 35 40 и далее может появиться такая проблема как остеопороз особенно у женщин обмен кальция у женщин идет более напряженно и лишняя порция щавелевой кислоты ну этот обмен веществ может только ухудшить или обострить кариес в любом возрасте поэтому чтобы сделать имбирный чай для похудения с добавлением черного либо китайского чая черного либо зеленого нужно подумать китайский чай растет в разных местах поэтому можете цейлонским не замените краснодарским не замените грузинским не замените мадагаскарским не замените индийским не замените один и тот же китайский чай по названию просто растет в разных местах и уже назван там переименован по-новому а по прежнему он содержит те компоненты которых я рассказал это не самые простые компоненты которыми нужно правильно управлять чтобы сделать имбирный чай для похудения и получить реальное похудение они обострение артроза обострение овостопороза обострение мочекаменной болезни как минимум обострение депрессии поэтому правильно готовьте нужно приготовить имбирный чай для похудения правильно и использовать правильно но китайский чай содержит еще один сюрприз не самый простой о котором вы узнаете прямо сейчас при комбинации имбирного чая и китайский чай может там быть в чистом виде можно его использовать если у вас правильный образ жизни а вот если вы делаете еще одну добавку к имбирному чаю сделать его еще более вкусным более полезным более эффективным плане похудения последствия могут быть еще более неблоприятные чем те которых я только что рассказал и о них узнаете прямо сейчас часто чтобы приготовить имбирный чай для похудения используются лимоны как сделать имбирный чай с лимонами такое видео я со временем также напишу но если в имбирном чае уже находится китайский чай черный либо зеленый лист не имеет значения и попал сок лимона вы до похудения можете не дожить лимонный сок кислоты усиливают растворимость всех алкалоидов которые содержатся в чае а это достаточно сильно действующие вещества и перенапрягается работа сердца ведь первично для того чтобы активировать обмен на уровне клеток обмен веществ мин веществ активируются не просто вот это не просто три слова активировать обмен веществ нужно доставить на клеточный уровень больше кислорода больше питательных веществ и больше воды чтобы кислородом было чем окислять было что окислять а вода это среда которая принесла эти компоненты и выведет продукты жизнедеятельности вот тогда этот процесс идет закончен в виде но доставка питательных веществ и кислорода на уровень клеток это не щелчок пальцами нужно активировать работу сердечно-сосудистой системы иными словами нужно увеличить сократительную способность сердца и способность обеспечивать нужную циркуляцию крови в данном случае уже более значительным а при избыточном весе есть явление миокардиодистрофии а при избыточном весе есть явление веретосуистой дистонии либо гипертонической болезни а при избыточном весе частота пульса даже при небольшой нагрузке увеличивается значительно значительной степени и опять опять-таки это нагрузка на сердечно-сосудистую систему а при избыточном весе если он сохраняется у вас годами уже могут быть атеросклеротические изменения в сосудах и иными словами если вы таким образом без предварительной диагностики просто добавили лимонный сок по своему вкусу по желанию или по рекомендациям некоторых экспертов вы имбирный чай где уже был черный лист либо зеленый из китайского чая могут быть серьезные проблемы поэтому такую добавку лучше не делай а тем более есть еще одно усовершенствование кавычках сказал имбирного чая когда не просто сок лимона добавляется после того как естественно не в процессе заваривания чая это абсурд а в конце когда чай уже готов здесь можно лимончиком ножка подкислить но я бы советовал так делать чистым имбирным чаем если там есть китайский лист у вас должен быть запас прочности в тех системах о которых я уже рассказал часто в заварнике присутствует не сок лимона а лимон порезанный со шкуркой великолепная комбинация побыстрее встретиться с врачом-нефрологом по причине почечной недостаточности те фенолы которые содержатся в кожуре лимона и по этой причине никто кроме человека лимоны не ест очень сложно их переварить они очень ядовиты по отношению к почкам как минимум и попасть почечную недостаточность легко и просто поэтому вот такой имбирный чай я бы в принципе под под дулом пистолета не советовал бы вам готовить а тем более пить готовить еще можете посмотрели и вылили в унитаз чтобы не рисковать своим здоровьем а вот готовить такой имбирный чай я бы не советовал а вот как правильно питаться если вы хотите приготовить имбирный чай для похудения вот вы узнаете прямо сейчас когда говорят что для похудения вам достаточно правильно приготовить имбирный чай для похудения несколько лукавит ваш избыточный вес был приобретен с помощью вашего уникального образа жизни с вашей уникальной системой питания уникальным выбором продуктов питания и вы результат видите в зеркале хотите его изменить имбирный чай вот так эту ситуацию в корне не изменит если бы имбирь корневище имбиря содержали уникальные макро микроэлементы которые активируют обмен веществ он макро микроэлементы содержит как все то есть уникальности нет верные корневища не содержит уникальные витамины он их содержит как все и не может и этим путем разогреть вам обмен веществ имбирный чай разогревает ваш обмен веществ совершенно иным способом через улучшение процесса переваривания пищи вопрос какие продукты питания вы теперь будете использовать если тот же рацион понятен результат у вас будет увеличение веса еще и запасом для того чтобы снизить вес вы должны правильно использовать имбирь корневище имбиря и правильно готовить имбирный чай я бы советовал использовать большинству все-таки имбирный чай в чистом виде когда вы просто корневище имбиря либо порошок высушенных корневищ заливаете крутым кипятком и используете два три раза в день перед едой минут за пять-десять либо еда по аппетиту если вы достаточно рисковый человек у вас хорошем состоянии почки опорно-двеятельный аппарат да можно заваривать имбирный чай с черным чаем зеленым чаем по выбору я бы рекомендовал зеленый китайский чай он на мой взгляд более эффективен но у вас есть определенные особенности по вашему здоровью и потому сезону года либо тем условием которую около вас находятся если вы супер рисковый конечно можете приготовить имбирный чай для похудения с используя не только китайского чая но и лимона но результат я уже в этом видео рассказал он может быть не самым простым но легко предсказуемым что делать в системе питания есть на моем канале видео консультация врача диетолога онлайн примерно 40 минут про правильное питание я вам рассказываю в этом видео я не буду добавлять настолько расширять это видео то видео есть в двух словах питание должно быть 45 раз день вы должны увеличить в рационе долю белковых продуктов неважно животного либо растительного происхождения тоже ваш выбор чай имбирный поможет вам их в большей степени переварить конечно ограничить нужно углеводы конечно ограничить нужно жиры это источники быстрых калорий которые вы можете использовать только перед физической нагрузкой именно потому если вы будете использовать для похудения имбирный чай в чистом виде физические нагрузки вы совершать можете если при заваривании у вас появляется там китайский чай либо еще не дай бог сок лимона либо лимон чистом виде у вас возникнут серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системы которую я уже рассказал поэтому правильно если вы знаете как правильно сделать имбирный чай для похудения то похудение будет не за горами она будет реальным а ваш уровень здоровья будет лучше вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычными подписчикам моих каналов словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения и пока вы думаете кому отправить ссылочку на это видео не забудьте поставить на него лайк потому как неправильно сделать имбирный чай для похудения можно результат для вашего здоровья и для вашей жизни может быть разный если ваша жизнь стоит лайка оставьте если считаете что нет можете не ставить можете не отправлять своим друзьям знакомым родственникам если ваша жизнь их вас их жизнь не интересует ну а я все равно с привычными подписчикам моих канала словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения с вами попрощаюсь и подумаю какое еще видео на эту тему написать для вас и опубликовать на своем канале до новых встреч на моих каналах